Сейчас сразу же должен кто-то постучать. Друзья, приветствую. Видео называется «Что такое стеноз позвоночного канала?». Я начну с определения и с анатомии, потом дойдем до клинических проявлений и до лечения. Сам термин стеноз обозначает сужение. Если мы говорим про спинномозговой канал, где он находится? Костные ориентиры. Тела позвонков, межпозвонковые диски – это с одной стороны. С другой стороны – дугоотрощатые суставы. И между этими структурами находится спинномозговой канал. Термин стеноз обозначает сужение этого пространства. Кого-то природа может наградить широким спинномозговым каналом. К примеру, 2 см. Следовательно, какая-либо структура, вываливаясь в проекцию спинного мозга, может даже не сдавливать его, потому что двухсантиметровой ширины. У кого-то природа, наоборот, оградила. И спинномозговой канал может быть очень узеньким. К примеру, там 1 см – 3 мм. Следовательно, если что-то сюда «вывалилось», к примеру, небольшая грыжа или небольшая протрузия, там 3-4 мм, она уже будет практически наполовину забирать пространство. Вот это и есть стеноз. Стеноз бывает комбинированным. Что это значит? Когда с одной стороны происходит выпячивание грыжи либо протрузии, а с другой стороны происходит артрозное разрастание анатомических структур. Как правило, там может гипертрофироваться желтая связка, либо дугоотросчатый сустав. И что значит комбинированное? Вот тут протрузия, вот тут артроз. У нас получается феномен песочных часов. Вот такое вот сужение. Как выглядит сужение канала? Вот канал спинномозговой. А вот элементы, которые его суживают. С этой стороны вот такая грыжа. С этой стороны вот такая грыжа. Небольшое смещение позвонка кпереди. И вот этот бугорок начинает суживать. С этой стороны разрастается артроз. Видите? Вот это все влияет на ширину спинномозгового канала. Вот четко видно. Вот здесь максимальное сужение. И отсюда уже возникает симптоматика. Вот это и есть тот самый стеноз. У кого встречается стеноз? Да вообще у кого угодно. Это может быть молодой человек, который делал становую тягу. У него образовалось крупное грыжевое выпячивание, которое сузило спинномозговой канал. Это может быть дедушка либо бабушка 65-летнего возраста, у которого в течение последних 3-4-5 лет симптомы возрастали, возрастали и возрастали. Это значит, что дегенеративно-дистрофические изменения нарастают. Мы с вами подошли к тому, как проявляется стеноз. Если это стеноз пояснично-крестцового отдела, на что обращают пациенты внимание при таком состоянии? Во-первых, они говорят о том, что стали намного меньше ходить. То есть одно и то же расстояние они преодолевают с элементами постоять либо посидеть, потому что у них нарастает слабость в ногах. Второе, онемение в ногах, жжет-печет в ногах, и в целом ноги просто становятся ватными. При грубом стенозе могут нарушаться тазовые функции. Могут быть запоры, может быть недержание или наоборот задержка мочи. Что происходит, когда стеноз формируется в шейном отделе позвоночника? Как правило, это слабость в руках, это онемение пальцев. И некоторые пациенты говорят, вот я уже даже кружку с чаем не могу толком держать, потому что у меня рука постоянно свисает. Как мы лечим стеноз? Опять-таки, в зависимости от того, насколько он выражен и чем он образован. Если это молодой человек со свежей грыжей, мы можем полечить его консервативно. Уходит грыжа, освобождается канал, уходит симптоматика. Если это бабушка и дедушка 65-летнего возраста с дегенеративно-дистрофическими изменениями, как правило, мы можем отправить к нейрохирургу, чтобы он освободил канал хирургически. Либо объясняем, мы попытаемся полечить вас консервативно, но мы можем лишь улучшить симптоматику, но не полностью убрать причину стеноза. Постарался кратко донести для вас, что такое стеноз и как он проявляется. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Пока-пока!